На сегодняшнем выездном посяжении Гомельского облаканкама проанализовали выники селетней работы в социальной сфере. Деяность установок у выздоровья, адукации, культуры, другостная занятость молодей и работа с проблемными семьями. Поза увагой не засталось ничего. О взробленных выводах и принятых решениях материал Олега Синцерова. Петриковская гимназия, установок сопроводных профессионалов, переможцы олимпиады, дипломанты науково-практичных конференций, лауреаты творческих конкурсов, к этими званиями тут никого не зеветь. Наставники кажут, что им кнутся по максимуму, развивать сдольности наученцев, причем самыми розными методами. Уже в амале 5 годов тут проводится День учневского самокирования, в рамках которого учни на один день становятся наставниками. На этот час навод у директора заявляется свой дублер. Мы заменяем всех – руководителя, заместителей директоров, поваров, технический персонал и дети работают. Повышается, во-первых, их самооценка, во-вторых, они могут с учителями разговаривать на равных. В-третьих, они понимают, что такое учительский труд. Но и самое главное – уважение к любому труду и технического персонала, и рабочего. Сиротники Рунков в сучасной работе установил эдукации Гомельской области, пропаганда здорового рода життя, семейное и гендерное выхование. А про этого во установках профессионально-технической эдукации створены волонтерские отрады, которые в тем лику оказывают допомогу со старелым и инвалидам. За этой категорией, подчас воезного посаджения, особливая увага. Зараз у регионе проживаются больше 19 тысяч одиноких пожилых людей. Частко из их, в первую очередь, инвалиды в домах-интернатах – это, саправды, эффективная форма работы с такой категорией населенства. А для махчам они самая лепшая. После ляки мрази зараз разглядаются варианты проживания со старелых в тех же замещальных семьях. Появляется возможность оказания социальных услуг на дому. Хорошие примеры можно привести с работой совместно с благотворительной организацией «Каритас». С «Красным крестом» у нас хорошие проекты по Гомелю, и мы этот опыт планируем распространить на другие регионы области. Ну и вообще, все развитие системы социального обслуживания в настоящее время нацелено на то, чтобы создать максимально благоприятные условия для жизни населения в домашних условиях. Тема, яка не покидая бояков в никого – медицинское обслуговывание. Только в этом году на развитие материально-технической базы Аброблоконкамом додатково вытасканно 18 миллионов рублей, что дозволило провести реконструкцию отделений у широкурайонных больниц. У активе медиков так само маль 13 тысяч складанных и высокотехнологичных операций, хоть питаниями здоровья населенства сегодня займаются не только медицинские установы. Сегодня в Гомельской области денежную 7 детячих оздоровленческих центров. 4 из них, как возник это птич, належат системе эдукации. Сюда и на оздоровление приезжают дети, которые проживают в районах потерпелых от чернобыльской катастрофы. На протягу года это около 4 тысяч человек. У принятым по выниках выездного посаджения, расшение Аброблоконкама, доручение, активизация работы по выявлению детей, которые подвергаются семейному насилию и распространство додатковых профилактических мероприемств по стабилизации ситуации с подлетковой злочинностью. А прочатого в наступном году на Гомельщине планируется увеличить количество специализованных спортивных классов. При одночасовой оптимизации сетки установок здоровья и культуры. Олег Сентеров, Валерий Копанько, телерадио-компания «Гомель», Петербургский район.